Половину осени, может быть даже всю осень мы работали над новым продуктом, который поможет предпринимателям еще лучше оцифровывать базу, еще проще оцифровывать базу. И самое главное, UDS начинает подходить еще большему количеству предпринимателей. Вы помните, что UDS работал на трех ранее программах, на трех платформах лояльности. Это, конечно же, на базе нашего флагманского продукта, мобильного приложения UDS, которым пользуются 4 миллиона пользователей в месяц. Это действительно самая эффективная платформа взаимодействия с клиентами. Там максимальное количество инструментов, поэтому мы всем рекомендуем оцифровывать клиентов через мобильное приложение UDS. Но мы понимаем, что есть клиенты, которые не хотят по каким-то причинам, они считают, что и клиенты не будут скачивать приложения. И для них мы год назад реализовали бонусную программу на базе цифровых карт Apple Wallet и Google Pay. Здесь вот написано E-Wallet. Также есть компании, которые вообще ничего не хотят, никакие устанавливать клиентам в телефоны артефакты. Они хотят просто начислять, списывать бонус по номеру телефона. И для таких компаний у нас есть возможность списывать, начислять баллы по номеру телефона. Но надо понимать, что при этом собственник просто предоставляет скидку и вообще никаким образом не получает возможность коммуницировать со своей базой. Мы как компания не хотим давить на предпринимателей. Окей, есть предприниматели, которые не хотят, чтобы их клиенты скачивали какие-то мобильные приложения. Кто мы такие, чтобы учить предпринимателей вести бизнес? Пожалуйста, мы как компания даем все современные решения для лояльности клиентского сервиса. Предприниматель сам выбирает, как ему оцифровывать клиентскую базу и как ему предоставлять программу лояльности. Поэтому у нас уже есть целых четыре варианта для того, чтобы выстраивать полноценный клиентский сервис. У нас появляется с вами программа лояльности на базе Telegram-бота, которую мы сегодня будем обсуждать. По факту мы сделали возможным оцифровку клиентской базы начисления, списания и информирования клиентов через очень привычный канал коммуникации, через Telegram-бот. Сегодня мы с вами поговорим о том, как это работает, о том, почему именно Telegram-бот, о том, как это настроить и о том, кому это, в общем-то, все нужно и для решения каких задач. Так, вижу, что у кого-то подвисает, а у кого-то нормально, значит, проблема на вашей стороне. Пожалуйста, перезагрузите трансляцию. Давайте начнем с самого базового вопроса, почему именно Telegram-бот был выбран для новой платформы лояльности. Мы изучили рынок. Здесь в презентации представлены данные от агентства Mediascope за 2023 год. И здесь очень интересный график о том, как растет потребление различных социальных сетей на территории России. Давайте возьмем Россию, как самый понятный рынок, из которого присутствуют здесь зрители. Мы видим, что растет ВКонтакте. Мы видим, что ТикТок, он как бы на одном месте примерно, как и Одноклассники. Но больше всех платформ растет Telegram. Посмотрите, что за два года он практически на 10% вырос. И сейчас более 50% всего населения России пользуются Telegram. Если просто продолжить в уме линию, которую вы видите на экране, кажется, что Telegram вот-вот огонит ВКонтакте. И там еще больше процент населения России будет сидеть. Если мы углубимся в сегменты, то видно, что в основном Telegram преобладает у молодежной аудитории. У аудитории до 24 лет у 71% установлено мобильное приложение Telegram, и они каждый день его запускают. В аудитории от 25 до 34 лет половина. В общем-то, если брать аудиторию старше, то везде практически половина аудитории каждый день заходит в Telegram и пользуется. О чем это говорит? О том, что эта платформа понятна. Она максимально понятна аудитории, она максимально понятна и предпринимателям, она максимально понятна привычным и обычным потребителям, что существенно упрощает использование продукта обычными потребителями, гостями, клиентами. И в большинстве случаев это не потребует установки вообще каких-либо приложений. Самое главное, не потребует авторизации. Давайте разберемся на прям простом примере, вот прям вживую разберемся, как происходит взаимодействие с клиентом во всей этой истории. Специально для этого вебинара мы устроим интерактив. Для начала я просто покажу, как это устроено у других компаний. Первая точка касания клиента с Telegram, потом с программой лояльности происходит на кассе, за столиком. Вы, скорее всего, посмотрели видео, которое было в начале этого вебинара. Видео доступно на YouTube про то, как уже применяется наш Telegram-бот в двух бизнесах. В первом случае это кофейни Мин. У них стоит Table 10 с QR-кодом. QR-код я намеренно подредактировал, чтобы нельзя было в нем перейти. Это сделано для того, чтобы просто не солевые клиенты к ним в базу не попадали. Мы знаем, что предприниматели не очень любят, когда не солевые клиенты в базу к ним попадают. Соответственно, Table 10 стоит на кассе, и когда человек заказывает кофе за баром, Александр говорит, вы хотите воспользоваться нашим программой лояльности? Получите прямо сейчас 100 баллов и можете их потратить. Соответственно, клиент сканирует QR-код, у него сразу же открывается Telegram. Вы на следующем слайде это попробуйте вместе со мной. Другой пример – это Винный бар Истина. У них нет Table Tent, потому что обслуживание происходит за столиками. И прямо вместе с меню вот такая вот красивая бумажечка с сердечком приносится гостю. Гость в начале посещения, если ему интересно получать скидки, если ему интересно оставаться на связи с заведением, он сканирует этот QR-код и также добавляется в Telegram-бот. Вы прямо сейчас можете попробовать также отсканировать этот код и посмотреть, как происходит регистрация. Мы с вами проговорим это. Ну и на экране я покажу для тех, кто по каким-то причинам не хочет пробовать это в телефоне. Соответственно, представьте, что вот этот QR-код вы увидели на кассе, вы его сейчас сканируете и регистрируетесь в боте. Обратите внимание, что в правой части экрана у нас такая вот анкетка нарисована, там, где вводится имя, фамилия, пол и дата рождения. Я предполагаю, что практически у всех, кто сейчас находится на вебинаре, это поле не появится, потому что это поле должны заполнить только те пользователи, у которых никогда за 10 лет используя мобильное приложение не было UDS. Они никогда не ставили, они никогда по этому номеру телефона не регистрировались в приложении. И, соответственно, они никогда не регистрировались в других ботах, которые сделаны на базе UDS. Вы сейчас проходите регистрацию, скорее всего, вы в боте предоставили номер телефона, и затем, не попадая на этот экран, уже сразу получили возможность списать или начислить баллы. Давайте я сейчас тоже покажу экран и вместе с вами пройду этот путь. Я надеюсь, что все будет видно и слышно. Если что-то не так, то, пожалуйста, напишите в чат. Так, я перехожу к Telegram. В Telegram мы видим Telegram-бот булочная у Булата, которую прямо сейчас вы сканировали через QR-код. Нажимаем на кнопочку старт, и мы с вами попадаем в Telegram-бот. Он говорит, добрый день, еще немного вы сможете присоединиться к нашей программе лояльности, для подключения нужен ваш номер телефона. Мы буквально в один клик нажимаем «Отправить контакт», отправляется ваш контакт к Telegram. Telegram в этот момент подтверждает, что действительно это ваш номер телефона. Ждем. И, соответственно, прямо сейчас мы получим возможность получить код скидки. Что происходит прямо сейчас? Все вы начинаете регистрироваться в Telegram-боте, скопилась небольшая очередь, и поэтому бот отвечает не мгновенно. Практика в заведениях показывает, что такое большое количество одновременно ботом не пользуется, и, соответственно, все происходит очень-очень быстро. Видим, что бот нам написал «Спасибо, Сергей, телефон подтвержден, все готово». Теперь вы можете копить баллы при каждой покупке и оплачивать ими до 30% от суммы в чеке. Что дальше происходит? Мы получаем наш код скидки. Обратите внимание, что мы с вами зарегистрировались в боте буквально через одно сообщение. Ну, через два сообщения. То есть мы никакие звонки не принимали, мы не выводили никакие коды, мы не выводили никакую капчу, пазлы не собирали. О чем это говорит? О том, что этот вариант регистрации подходит для заведений, где есть большая очередь, где очень важно, чтобы люди не задерживались. Давайте вернемся сейчас к моей презентации и пройдемся дальше по процессу получения скидки. Итак, вопросы, если у вас вдруг есть, то пишите, пожалуйста, мы позже на них на все ответим. Следующий этап. Мы с вами зарегистрировались в боте. И мы с вами увидели QR-код. Под QR-кодом находятся те самые шесть циферок заветных, которые мы уже привыкли получать через мобильное приложение UDS. Это те же самые шесть цифр. Это точно так же работает. В чем потрясающее преимущество? То, что вот у нас уже есть несколько десятков интеграций с самыми популярными кассовыми решениями. Там Айка, AirKeeper, мой склад, огромное количество узкопрофильных каких-то касс. Со всем этим багажом, в общем-то, работает и наш новый Telegram-бот. То есть вот эти шесть цифр можно вводить абсолютно в любую кассу, с которой UDS уже синтегрировано. Соответственно, уже на старте наш новый продукт Telegram-бот работает практически со всеми кассами, и которые распространены на нашем рынке. Соответственно, если кассы нет, если интеграции с кассой нет, то эти шесть цифр надо вводить в мобильное приложение UDS-кассир. Или же можно ввести в UDS-бизнес, в окошечко в разделе операций, что мы сейчас вместе с вами сделаем. Я снова переключаюсь на демонстрацию экрана. И сейчас мы с вами введем код скидки из бота. Так, надеюсь, что вы видите сейчас UDS-бизнес. Вот этот вот код, в этот код мы должны ввести, в это окошко мы должны ввести код из нашего Telegram-бота, чтобы провести обычную покупку. Опять-таки повторюсь, код можно вводить в UDS-кассир, код можно вводить в абсолютно любую кассу, которая синтегрирована с UDS. То есть все точно так же, как в обычном процессе работы с UDS. просто вводим 6 цифр в кассу. Если в кассе есть сканер штрих-кода, мы, соответственно, можем отсканировать. 211-812 мой код. Нажимаем на кнопку «Отправить». И мы видим, что вот к нам пришел Сергей Костюжов, у которого 297 баллов. Почему так? Потому что я уже в этой компании бывал. вводим сумму к оплате, списываем баллы, нажимаем «Продолжить» и проводим оплату. Все. Оплата наша появилась в UDS-бизнес и у нас появился клиент в клиентской базе. Я тут уже был, поэтому, в общем-то, я бы здесь, наверное, появился на первом месте, если бы у меня еще не было в клиентской базе. Вот моя страница. Давайте вернемся обратно к презентации теперь. Моя задача была объяснить, что, в общем-то, оплата по коду проходит точно так же, как в обычном сценарии. Итак, давайте пойдем дальше. У меня просто чистое окно, без демонстрации экрана, пишет Денис Белоусов. Надеюсь, что вы все-таки увидели все, что я показывал. Сейчас мы должны снова увидеть презентацию. Давайте пойдем дальше. Клиент получает кэшбэк. То есть, в моменте, после того, как произошла покупка, что происходит с баланса клиента, если у него были уже приветственные баллы, списываются баллы, ему приходят уведомления. В обычное мобильное приложение у нас приходит пушка, а в Telegram-бот приходят сообщения, как у меня на слайде нарисовано. Соответственно, если кэшбэк у нас настроен так, что он приходит тоже в день покупки, то у нас сразу же будет написано, что начислены баллы за покупку, сколько-то и общий баланс. На скриншоте здесь показан вариант, когда кэшбэк начисляется на следующий день. Как вы знаете, эта настройка идеально подходит для баров, для кофеин, где люди сзади многократно покупают, а чтобы деньги в кассе оставить, очень часто делают настройку кэшбэк на следующий день. И вот здесь в этом примере показано, что кэшбэк у нас будет, что кэшбэк у нас начислен на следующий день за вот эту вот самую покупку. У меня в Telegram-боте прямо сейчас появился кэшбэк, и я, наверное, чуть позже вам его продемонстрирую, чтобы лишнего не переключаться между презентацией и экраном. Как показал, практика довольно долго происходит. Поэтому мы давайте пойдем дальше с вами. Мы в UDS вообще позиционируем программу лояльности не просто как классный и приятный момент для клиента, а как практичный инструмент для бизнеса. И, в общем-то, когда мы начисляем и списываем клиенту баллы, мы оцифровываем клиента в клиентскую базу. И когда мы ввели код нового клиента в UDS-кассиры или в интеграцию, у нас в клиентской базе появляется клиент. А здесь хочу обратить внимание на следующий момент, что кроме имени и фамилии и даты рождения, которые в обязательном порядке у нас указываются, клиент в любом случае, когда оцифровывается через Telegram-бот, оставляет номер телефона. Потому что это единственный способ подтверждения личности, и он в вашем боте оставил свой номер телефона. Соответственно, он как бы этим предоставляет вам свой номер телефона. И если вы оцифровываете клиента через Telegram-бот, у вас точно 100% всегда будет актуальный номер телефона. Почему это важно? Потому что у вас в вашем бизнесе копится актив. Это более того, это не часть UDS. Мы не будем скрывать, что вы в любой момент можете просто в Excel выгрузить всю вашу базу, и там будут имена, даты рождения и номера телефона. И, соответственно, это ваш актив, который с вами по жизни уже идет, ваши лояльные любимые клиенты. С этими номерами телефонов вы можете позвонить клиенту, вы можете ему там в WhatsApp написать. То есть у нас появляется еще и второй канал коммуникации. Кроме бота, мы с нашими клиентами можем в любом случае откоммуницировать каким-то образом по номеру телефона за пределами UDS. Были вопросы про то, как мы в базе отличим, что этот клиент пришел через Telegram-бот. В данный момент мы ввели системный источник трафика. В разделе источники трафика, там, где у нас есть UDS, где у нас есть источники трафика, которые вы сами создаете, появился новый системный источник трафика. Он называется Telegram. И, соответственно, все клиенты, которые зарегистрировались через Telegram-бот, они попадают в этот источник трафика. Это позволяет вам, если вы работаете через разные каналы коммуникации, если у вас, например, есть и приложение Telegram, сразу понять, как этот человек пришел. Если через Telegram мы видим, то сразу понимаем, да, это вот такой клиент. Чуть позже я расскажу про другие способы сегментации клиентской базы, которые у нас планируются, и как с этим вообще можно работать. А назовите его восточный Telegram-бот, пишет Петр Пахом. Хорошая идея, мы действительно, наверное, так и сделаем. Переименуем. Давайте пойдем дальше пока. Когда мы оцифровываем с вами клиентскую базу, то очевидно, что это дает нам статистику, это дает нам понимание то, как работают наши сотрудники, какой трафик нам приходит. Но это еще и открывает дополнительные интеллектуальные возможности. Те, кто работает уже сейчас с UDS, знают, что у нас есть так называемый RFM-анализ, который каждый месяц сегментирует всю вашу базу. По всей вашей базе смотрится по каждому клиенту сумма его покупок, дата последней покупки и сколько денег он всего принес. И, соответственно, таким образом сегментирует и выявляет клиентов-кормильцев, выявляет клиентов-чемпионов, которые когда-то к вам ходили и которые сейчас почему-то перестали ходить. И таким образом мы можем с каждым из сегментов проводить какой-то особый маркетинг. Мы можем выявить клиентов-кормильцев и проводить для них какие-нибудь закрытые мероприятия, например. А клиентов, которые давно не приходили, мы можем каким-то образом поощрить при помощи большого начисления баллов, например. Мы в бот им отправим баллы, они получат сообщение и, может быть, к нам придут. А если они не придут, может, они бот удалили из телеграма, то у нас есть номер телефона, по которому мы можем этим ценным для нас клиентам позвонить. Фактически UDS делает за вас следующую работу. Он выявляет для вас самых важных клиентов, чтобы вы могли каким-то образом их вернуть. То есть программа лояльности, повторюсь, это не просто начисление баллов, это оцифровка с умным сегментированием. Когда мы цифровываем клиентов, мы записываем даты рождения, соответственно, с датами рождения мы можем автоматически начислять клиентам бонусы на день рождения. В настройках UDS Business все, кто пользуется сейчас UDS, знают, можно настроить отправление баллов за определенное количество дней до дня рождения с определенным текстом. И вот эти вот самые баллы с текстом они тоже придут клиентам прямо в Telegram бот, как бы у него будет сообщение в Telegram от вашей компании. Мне кажется, это потрясающая штука. Ну и, естественно, вы можете клиентам сами отправлять бонусы. Мы категорически против того, что вы это делали регулярно и постоянно, потому что это просто приведет к обесцениванию, это приведет к тому, что клиент заблокирует бота. Но точечно дать клиенту ценность, рассказать о чем-то действительно важном, это очень круто. Поэтому мы добавили возможность начислять баллы клиента в любой момент. Вы можете выбрать конкретного клиента и начислить ему баллы. Давайте мы с вами сейчас тоже попробуем вместе сделать начисление баллов с каким-нибудь текстом и заодно посмотрим, как это работает. Давайте я опять переключаюсь на UDS админ. Надеюсь, что ничего не зависит и все будет хорошо. Так, делюсь с вами окном. Мы с вами перешли обратно в UDS бизнес. Сейчас мы перейдем на мою страничку, потому что мой телеграм-бот открыт и мы сможем увидеть, как работает взаимодействие. А забегая вперед, скажу, что сертификата с телеграм-ботом пока не работают. На старте у нас есть только функционал начисления баллов. В принципе, для телеграм-бота это более чем достаточно, как нам кажется. Что мы можем сделать? Мы можем начислить баллы. Давайте я сейчас сразу забью пароль администратора, который нужен для начисления баллов. Подарим Сергею 500 баллов. Мне ладно, 500 много, давайте 300 и напишем. Привет! У нас появилось новое меню завтраков. То есть, мы не просто начисляем баллы, мы еще и рассказываем о том, что у нас что-то в бизнесе появилось. То есть, мы фактически сейчас используем функционал начисления бонусов, как еще и информирование. То есть, не просто бонусы начислили абстрактно, а еще и добавили. Можно здесь добавить, например, ссылку на меню, не знаю, или какую-нибудь новость где-нибудь. Чтобы тебе приятнее было попробовать, было его попробовать. Дарим тебе эти баллы. Да, сюда можно какие-нибудь модики накидать. Давайте, у меня есть заготовленный прям смайлик. Я вот его скопирую и вставлю. Нажимаем начислить. Отлично, баллы будут начислены в течение нескольких минут. Прекрасно, нет, ничего запоминать не будем. Возвращаемся обратно в Telegram бот. Сейчас я опять делюсь с вами экраном Telegram бота и посмотрим, как это выглядит вообще в Telegram. Посмотрите, вот я надеюсь, что увидите Telegram бот, который у меня открыт, булочную гулату. Мы видим, что прямо в Telegram у нас отправилось привет, у нас появилось новое меню. То есть мы как бы, мне еще понравилось видео, которое вы до этого смотрели с кофейними. там собственник говорит, мы хотим общаться с клиентом как с другом. То есть действительно это выглядит так, что как будто булочная у Влада написала своему клиенту привет, тебя давно не было, у нас появилось новое меню завтраков, давай приходи попробуй, здесь еще можно какую-нибудь действительно ссылочку добавить, чтобы человек увидел, что это за меню завтраков. И после текста написано, что начислен определенный баланс баллов и сколько баллов всего у клиента есть. И это действительно может стать каким-то ключевым фактором для того, чтобы клиент пришел, вернулся в ваше заведение. Обратите внимание на сообщение, которое выше, списано баллов за покупку 20 и баланс баллов 277 баллов. Это кэшбэк, который мы с вами накопили, когда проводили обычную покупку 10 минут назад в правах этого же вебинара. вот так вот просто работает по сути Telegram бот. Мы начисляем бонусы, получаем точку контакта с клиентами и когда мы отправляем клиенту баллы, то он получает от бизнеса сообщение, как просто от какого-то друга. Мы получаем канал коммуникации. Мы получаем довольно много вопросов сейчас о том, чтобы в бота добавлять какие-то кружочки, рассылки, но это немножко другая история. Есть технические ограничения, которые мешают так сделать это раз. И во-вторых, все-таки давайте воспринимать канал, Telegram канал как историю, когда мы делаем что-то для всех, а Telegram бот это такая персонализированная история, это твой личный диалог конкретно с каким-то определенным клиентом, это ваше личное общение, где вы клиенту, конкретно этому клиенту дарите какие-то плюшки и общаетесь с ним. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу, он тоже довольно часто у нас появляется, как показываются настройки бонусной программы. На самом деле их не так много как кажется, и поэтому они уместились все вот на одном экране даже. Что важно в бонусной программе. В бонусной программе важен кэшбэк, то есть сколько процентов я получил в следующей покупке. Эта информация размещается у нас прямо под кодом скидки, то есть ты получаешь код и сразу видишь, сколько процентов кэшбэка ты получишь. В данном случае видно, что мой кэшбэк 10%, а ниже обратите внимание строчка, которая показывает многоуровневую программу лояльности. Купи еще на 3957 рублей для кэшбэка 20%. То есть если в вашей компании установлена многоуровневая программа лояльности, где для достижения следующего статуса нужно совершить покупку на какую-то сумму, то прямо под кодом скидки будет написано, сколько еще должен потратить ваш клиент, чтобы получить следующий уровень кэшбэк. Теперь давайте посмотрим на верхнее сообщение. Там написан баланс бонусного счета, 97 баллов у нас прямо сейчас. Следующий важный момент, что оплатить можно до 20% счета. Здесь у нас установлена такая экстремальная странная, поскольку тестовая компания странный процент, что можно 20,1% погасить баллами, но, конечно, в вашем бизнесе скорее всего это более круглый красивая цифра, то есть клиент сразу примерно прикидывает сколько у него бонусов и какой процент счета он может погасить. Еще важный момент, что здесь написано, когда сгорят его баллы. Фактически все, что нужно знать клиенту о бонусах отражено здесь, либо в сообщении с кодом для списания баллов, либо в сообщении мои баллы. То есть когда мы нажимаем обновить код, у нас обновляется код скидки, важно помнить, что код скидки, как в приложении UDS, не постоянный, то есть его нельзя сфотографировать и показывать. Код скидки генерируется каждый раз, запустил бота, обновил код, показал кассирю. И вторая кнопочка, который у нас есть, мои баллы, которые открывают бонусный счет, процент списания и когда сгорят баллы. Прямо сейчас мы видим, что уже довольно много клиентов подключила бот. На данный момент Telegram-бот подключила около 300 компаний, это очень много для функционала, который две недели назад был выпущен. Мы видим большой интерес, поэтому этот вебинар проводится. Прямо сейчас в Telegram-боте доступна регистрация клиентов, списание начисления бонусов при покупке, которые мы с вами посмотрели, индивидуальное начисление баллов, когда мы клиенту конкретно можем баллы начислить, а также баллы на день рождения, которые автоматически отправляются, исходя из настроек бонусной программы. В течение года мы будем работать над тем, чтобы сделать массовые действия. Здесь уже были вопросы в боте, насколько я знаю, про новости, боты, про массовое начисление бонусов. Сейчас это невозможно, это не работает. Существует главная причина, она технологическая. У Telegram-ботов есть собственные лимиты на количество обращений в секунду и существуют просто риски того, что очередь переполнится, какие-то сообщения потеряются, или рассылка будет осуществляться очень долго, или, например, из-за того, что слишком много сообщений в бота нападало, какие-то клиенты на кассе не могут получить QR-код. Мы все это видим, заранее предусматриваем, и поэтому эту возможность не даем. Когда мы техническую инфраструктуру настроим для этого, то у наших клиентов появится и рассылка новостей по базе, и начисление баллов сегментом клиентской базы, когда мы выбираем всех, кто к нам давно не приходил, и отправляем баллы, например. И также заработают скрипты автоматизации, которых у нас тоже есть целых три-четыре штуки. Таким образом, механики, которые мы с вами вместе попробовали, они работают уже прямо сейчас, вы можете ими пользоваться. Давайте прямо сейчас сделаем паузу, и я отвечу на все вопросы, которые у нас накопились во время презентации. вопрос. У каждого бизнеса свой чат в Телеграм получается? Да. Мы довольно много общались с предпринимателями и поняли, что запрос есть именно на брендированную программу лояльности, когда у тебя есть собственный бот с логотипом твоей компании, как хочешь, так и называй. Вы видели бар истины в видео, которое было в начале вебинара? Вот они назвали свой бот истинной лояльности. То есть это потрясающе. креативный подход к тому, как называются программы лояльности. Кофейня Мим назвала программу лояльности Минкульт, например, потому что для них программа лояльности это культура. И каждый бизнес, он в рамках создания бота, он загружает какой хочет логотип, брендирует фактически Телеграм-бот под себя. Мы получаем сообщение о том, что было бы проще, наверное, если бы бот был единый, но существуют опять-таки технические ограничения. И представляете, вот наш МАУ, наша аудитория в 4 миллиона, она забегает по один бот, и Телеграм просто говорит, вы что, ребята, вообще мы на это не рассчитывали, Телеграм-бот блокируется, и все. Потому что боты просто не работают с такими объемами. бот это отличное решение для малого бизнеса, его мощности вполне будет хватать для того, чтобы какая-то компания, заведение, какое-нибудь заведение с услугами или ресторан, работали со своей базой через этого Телеграм-бота. У клиента, да, может быть действительно много ботов. Ирина, Мирошник спрашивает, каждый раз нужного бота искать переписки нужно будет? Да, но создает ли эту сложность, когда вы хотите своему другу написать? Наверное, нет, не создает. Это раз, во-вторых, в заведении всегда будет QR-код, в котором можно быстро бота открыть. Это не новый какой-то паттерн, вы каждый день в Телеграме находите для себя нужных собеседников, проблема это никакой не составит. Назовите его в Телеграм-бот, это я записал. Так, будет ли отчет о прочтении сообщений в Телеграм-боте, спрашивает Виктория Попова. Буквально вчера мы с разработчиками как раз-таки сидели и пытались ответить на этот вопрос. Пока Телеграм разрешает копить статистику о факте прочтения сообщений в Телеграм-каналах, а в ботах такой возможности нет. То есть, это не наше ограничение, ограничение такой площадки как Телеграм. Соответственно, пока такой возможности не будет. Если Телеграм даст техническую возможность такую, то у нас это тоже появится. Но прямо сейчас есть источник Телеграм в клиентской базе и в ближайшее время об этом позже буду говорить появится фильтр в клиентской базе, который покажет у кого из вашей базы есть активный Телеграм-бот. Это позволит при создании рассылки примерно понимать какой процент получит и прочитает это сообщение. Меня не просили заполнить инфу о себе, когда в боте рекласс пишет Артем. Совершенно верно, потому что вы уже регистрирулись в UDS и UDS уже знает, что по этому номеру телефона зарегистрирован Артем с определенной датой рождения и полом. Соответственно, мы не будем запрашивать у вас повторно каждый раз новые-новые данные, чтобы просто упростить процесс регистрации. Если регистрируется клиент, который по номеру телефона никогда в UDS не был зарегистрирован, то мы, конечно, запросим имя, дату рождения и пол. Давайте дальше. Евгений Гудраханов пишет, а если настройить сертификат на день рождения, то получается балл на день рождения и не попадут в бот. Совершенно верно. Если на день рождения дарится сертификат, то клиент, который с вами общается через Telegram бот, у которого нет приложения, никак не узнает о том, что у него есть сертификат. Соответственно, если мы работаем с базой через Telegram бота, то отправлять нужно именно балл на день рождения. Кутузов спрашивает, сертификат можно отправлять в бот? Нет. Пока такой возможности нет. Будет она или нет, посмотрим. Мы будем смотреть на рынок, мы будем смотреть на запросы. Есть ощущение, что Telegram бот должен остаться очень простым инструментом для тех, кто хочет более качественной работы с базой, для тех, кто хочет больше возможностей именно для маркетинга, то тем больше подойдет, конечно, работа через мобильное приложение UDS. Опять-таки, когда у вас осуровывается клиентская база, то при помощи фильтра вы сможете увидеть, у какого процента вашей базы, которые к вам зашли через Telegram, уже установлено мобильное приложение. Когда мы тестировали Telegram бота в этих компаниях, которые были в видео, мы столкнулись уже с тем, что вдруг ни с того ни с сего приходит в приложение UDS Business пуш-уведомление оценить качество обслуживания. И, собственно, такой, это что такое, это откуда вообще? Оказалось, что у его клиентов, которые взаимодействуют через Telegram бот, уже было мобильное приложение UDS, он получил пуш-уведомление оценить качество обслуживания, оценил, и, в общем-то, поэтому и пришел лозер собственнику. И, скорее всего, если вы качественно стабильно оцифровываете базу, получится так, что у вас уже есть какой-то сегмент в базе, у которого есть приложение, из которого можно взаимодействовать через сертификаты, например. Это называется омниканальность. Если балл начисляется через API, в Telegram тоже отправится начисление. Если баллы начисляются массово, то не будет. Если баллы начисляются не массово, если вы начисляете разово одному клиенту, то баллы дойдут. Над массовым начислением мы опять-таки работаем. Идем дальше. Если клиент получил бонусную карту через Telegram бот, а позже скачал приложение UDS, как это будет в системе UDS? Здесь все устроено довольно удобно. Если человек уже пользуется мобильными приложениями UDS, и он через Telegram плод присоединился к какой-то компании, то эта компания появится у него в мобильном приложении UDS в списке моих компаний. Соответственно, он может, переходя в заведение, через UDS показывать этот код скидки. Ему также пуш-уведомления о начислении баллов вручную или на день рождения, они будут дублироваться в мобильное приложение тоже. Если предприниматель не против, он может пользоваться Telegram потом опубликовать компанию, и она появится также в мобильном приложении. То есть это не взаимоисключающие инструменты. Флажок будет, я позже буду говорить об этом, будет возможность выявить у кого из клиентов установлено мобильное приложение. Так, давайте пойдем дальше. как этого бота донести до клиента, как он установит его в свой Telegram. Мы в начале презентации показывали о том, что нужен Table Tent или какие-то бумажечки, которые раздаются клиентам за столиками, чтобы с QR-кодом. Этот QR-код ведет на Telegram-бот. позже тоже поговорим о том, как это все сделать, реализовать. Алкогольные компании могут работать через Telegram-бот, например, начислять баллы и раздавать сертификаты. Да, могут начислять баллы, раздавая сертификаты, не могут. Сергей, подскажи, как подключить, мы сейчас об этом поговорим. Получается, новости в бот, да, пока не приходят. Получается, мы делаем пуш-рассылку по тем, у кого основное приложение, эти же рассылки будут приходить тем, кто зарегистрировался через Telegram-бот. Да, да, действительно, если вы делаете рассылку баллов, то эти рассылки будут приходить и в бот, и в приложение. Трафик в Telegram появился, значит, подключен бот. Но если у вас там есть какие-то клиенты, значит, да, действительно, бота регистрируется в ваших клиентах. Вячеслав пишет, можно еще уточнить, клиенту не нужно скачивать приложение, регистрироваться, достаточно сканировать бота, и он может получить бонусы, скидки и так далее. В дальнейшем он может установить приложение, либо будет также работать через Telegram. Да, он может установить приложение, но очень важно, чтобы он установив приложение, авторизовался под тем номером телефона, под которым он зарегистрирован в Telegram, иначе у него создастся новый аккаунт. И да, он сможет также работать через мобильное приложение UDS. Идем дальше. Сколько стоит Max Dugin? Об этом тоже проговорим, но вообще стоит столько же, сколько и основной инструмент UDS. есть тариф Lite, тариф Pro и в тот и в другой тариф включен Telegram Bot с разными возможностями. В Bot можно присылать вместе с общением ссылку или на товар на меню в приложении. Можно. Любую ссылку. Ирина спрашивает, только для тех клиентов, у кого приложения нет, получается, нет, это для всех клиентов. Нужно это делать или нет, это тоже отдельный вопрос, чуть позже проговорим. Рассматривается в будущем возможность Telegram бота UDS для собственника, куда будет приходить вся информация по заказам. Идея интересная, мы такие запросы получали, то есть вместо, то есть кроме мобильного приложения UDS Business, то был Bot UDS Business, через который собственник смотрит статистику, отвечает на отзывы. Идея очень интересная, мы пока не понимаем, насколько это нужно, потому что мобильное приложение все-таки удобнее. Может быть, ну и не стоит для собственника в общем-то проблема и вопросы, нужно ли скачивать мобильное приложение. Если таких запросов будет много, мы рассмотрим такую идею тоже. Можно ли перевести другую клиентскую текущую базу предпринимателей в Telegram Bot UDS, чтобы для клиентов было бесшовно? Да, можно для всех наших клиентов доступен импорт клиентской базы один раз. Вы формируете Excel-файл с номерами телефонов и бонусами. Мы переносим все баллы и, соответственно, также, когда клиент у вас на кассе зарегистрируется в Telegram боте, у него уже будут баллы. Планируемая настройка автоматизации подразумевая, в том числе и выдача сертификатов, мы не знаем пока, будут ли сертификаты в Телеграме на работе и нужны ли они. Об этом позже будем сообщать, будем внимательно смотреть на рынок и на обратную связь. Номер телефона при регистрации клиенту принципиально с плюс 7 регистрировать или можно с восьмерки. В Telegram боте вы не вводите номер телефона вообще, вы просто нажимаете на кнопочку. Если мы говорим про приложение, то там совершенно не принципиально. Если клиент первично активировал бот и затем приложение, бот это увидит отвалится, нет, не отвалится, бот будет работать. Если Telegram бот и приложение установлено, то пуш-уведомления обалов будут отправляться и туда, и сюда сразу. Если компания находится на тарифе фри, какие инструменты бота ей сейчас доступны? Насколько мне известно, компаниями на тарифе фри сейчас нет. У нас есть два тарифа Lite и Pro. О том, какие возможности для них доступны, мы поговорим чуть позже. Смогу ли я с бота дать своему другу ссылку на бот и привязать себе по реферальной программе? Реферальной программы в Telegram боте также нет. Это простой инструмент, в котором есть списание и начисление бонусов на кассе и получение бонусов от компании, которые начислены вручную. Как информировать клиентов, которые отцифровались через бот личными сообщениями или звонками? Это на ваше усмотрение. Вы лучше знаете вашу клиентскую базу. У вас возможно есть какие-то уже инструменты автоматизации за пределами UDS, которые можно добавить клиентскую базу с номерами телефонов? Мы не знаем. Как вы считаете нужным, так и взаимодействуете. Будет ли реализован интернет-магазин в Telegram? Вопрос хороший. Мы этот вариант рассматриваем, будем смотреть на обратную связь и на рынок. Возможно, это возможно также появится. Бот не собирает обратную связь и отзывы пока. Ирина также спрашивает, будет ли бот стимулировать скачивание приложения, как это делает сайт. Возможно, но эта история будет опциональной. Мы понимаем, что есть компании, которые вообще не хотят полный white label, которые не хотят взаимодействовать с клиентами через приложение, соответственно, у них не будет этой возможности. Мы хотим сделать так, чтобы компании, которые хотят конвертировать клиентов скачивания приложения, чтобы ссылочка на приложение добавлялась к каждому начислению баллов. Возможно, это появится. Очень много вопросов. Давайте мы с вами, наверное, сейчас пойдем обратно к презентации, потому что контента у нас еще с вами осталось очень много, мы просто можем в тайминг не уложиться и позже к вопросам вернемся. Давайте пойдем дальше. Как отправить заявку на создание бота? Я хочу здесь опять продемонстрировать свой экран и также хочу сразу показать следующую историю, как бот создается. Все действующие клиенты, а также новые клиенты, которые хотят получить Telegram-бот, они в любом случае должны зарегистрировать себе учетную запись UDS Business, то есть, соответственно, trial-версию или light тариф или pro-тариф оплатить. После этого у них появится возможность создать заявку на подключение Telegram-бота. Переходим к демонстрации экрана. Надеюсь, что вы увидите UDS Business. Мы прямо сейчас с вами находимся в самой обычной консоли предпринимателя и мы видим, что есть у нас в левом меню кнопочка расширения в самом низу. Мы с вами должны туда нажать. Мы с вами туда нажали и у нас с вами открывается наш магазин расширений, который называется UDS Store, где показаны все модули, все интеграции, которые есть в нашей системе. И если вы промотаете вниз, то вы увидите здесь, например, цифровые бонусные карты в Apple Wallet и Google Pay, которые также можно подключить отсюда. И вы увидите здесь UDS Telegram-бот. У него есть отдельная страничка, на которой указаны краткие инструкции, как его настраивать. И также здесь есть форма. Если нажимаем на подключить, у нас открывается форма заявки на подключение Telegram-бота. Прямо в консоли предпринимателя это сделать нельзя, требуется действие сотрудников технической поддержки, поэтому есть форма, в которую нужно отправить заявку. Здесь есть короткая инструкция, что нужно, чтобы подключить Telegram-бота. Указываются контактные номеры телефона для вопросов по настройке, указывается номер телефона того человека, который как раз-таки занимается настройкой UDS-бизнес, который создавал бота, чтобы с ним наш сотрудник технической поддержки связался, если появятся вопросы. Обязательно указывается ваш логин, email, под которым вы в UDS-админ входите, чтобы мы к правильной компании подключили вашего бота. И третий, самый непонятный момент, надо указать токен от Telegram-бота. Этот токен можно получить в самом Telegram-бота, где вы создаете и настраиваете бот. Как создавать бот? Здесь есть подробная инструкция. Давайте мы с вами тоже по ней пройдемся. Я надеюсь, у нас никаких технических сложностей не будет и много времени это не займет. Что важно знать перед тем, как создавать бота? Бота должен создавать сам собственный компаний. в противном случае человек, который создал бота, он может удалить или поменять его функциональность. И соответственно все клиенты, которые этим ботом пользуются, вы просто потеряете с ними контакт. Понятно, что по номеру телефона останутся какие-то баллы, но отправить им ничего будет нельзя, потому что собственник бота может что-то сделать. Поэтому, пожалуйста, пусть Telegram-бот создает тот человек, который владеет компанией, чтобы это было максимально надежно. Создание бота происходит через Telegram. У Telegram есть специальный бот, он называется BotFather, то есть это отец всех ботов. Надо перейти по ссылке и вы попадете прямо в Telegram. Чтобы вы увидели, как все происходит, я сейчас вам покажу экран Telegram. Мы с вами вместе попробуем создать бота, например. Нажимаем на кнопочку показать экран и я делюсь с вами окном приложения Telegram. Я надеюсь, что вам сейчас все будет видно. Мы сейчас с вами находимся в боте, он называется BotFather. Этот бот доступен абсолютно каждому пользователю Telegram. Через этого бота создаются все боты, они там регистрируются, редактируются, настраиваются. Ссылочка опять-таки есть в UDS Store, поэтому вы можете перейти туда и его создать. Здесь все на английском языке, но Telegram позволяет переводить это все встроенными средствами. Мы с вами сейчас этого делать не будем, мы с вами создадим бота. Чтобы создать бота, нужно нажать на кнопочку NewBot, здесь вот есть такое менюшечка, мы ищем команду NewBot, или можем ее просто ввести, или можно прямо написать help и вывезти вот такой вот плащик со всеми командами. Мы нажимаем с вами NewBot и нам нужно ввести сейчас имя этого бота. Пусть у нас будет какой-нибудь не знаю там Сережа давайте там Сергей Костюжов Bot допустим да так сейчас нам нужно выбрать его имя ну например Сергей Костюжов Bot вот в общем так же можно и скопировать мы создали с вами бота давайте мы перейдем по ссылочке вот у нас есть Сергей Костюжов Bot и он пока пустой он ничего не делает но у него есть адрес Сергей Костюжов Bot и имя имя можно выбрать конечно покрасивее что мы сейчас с вами сделаем давайте мы сейчас с этим потом посмотрим какие действия можно делать можно опять-таки настроить картинку настроить описание настроить имя все эти команды здесь прописаны это не является частью UDS в интернете есть огромное количество различных инструкций мне кажется более подробных и доходчивых чем то что мы с вами сейчас делаем но давайте мы все равно проделаем базовые базовые действия я сейчас выбрал команду setname мы сейчас с вами бота нашего переименуем я выбираю бота с которым хочу осуществить действия давайте назовем это приемная Сергея Костюжова вот отлично переходим в нашего бота вот у нас бот переименовался приемная Сергея Костюжова прекрасно давайте загрузим картинку для этого у нас есть замечательная команда set user pick нажимаем ее каждый раз когда вы выбираете какую-то команду внизу появляются кнопочки с каким ботом вы хотите осуществить действия я вот хочу для Сергея Костюжова в бот загрузить какую-то картинку он бот напишет отправьте нам фотографию мы сейчас просто загружаем загружаем фотографию с компьютера у меня есть заранее изготовленные файли отправляем бот ругается он говорит отправьте мне как фотографию а не как файл хорошо отправляем фотографию пусть это будет такая же как у нашего с вами бота булочного булата получилось прекрасно так где где наш бот я запутался сейчас мы опять найдем Сергей Костюжов бот приемная Сергея Костюжова у нее появилась картинка вроде бы все понятно есть подробные инструкции по которым это все нужно делать хочу обратить внимание на еще кое-какие важные команды есть команда set about text которая формирует текст которая пишется под шапочкой вашего профиля здесь можно указывать адрес улица аграрная 6 работаем каждый день круглосуточно сюда можно указать адреса ссылки на соцсети и так далее ввели и давайте посмотрим что у нас получилось приемная Сергея Костюжова и вот у нас ниже под сообщением появился текст его мы можем редактировать постоянно каждый раз для этого вам не нужна техническая поддержка UDS вы сами это все делаете и еще одна важная команда которая есть которую тоже нужно иметь ввиду это set description description это текст который встречает на старте клиента представьте клиент к вам пришел он сканирует QR-код на кассе и будет текст который который его встречает например привет это программа лояльности самого лучшего места в мире пишите все что хотите опять таки это ваш tone of voice ваша компания вы самостоятельно выбираете как и что здесь должно выглядеть абсолютно каждый предприниматель может настроить бота так как ему хочется любая картинка любое название любой текст фактически это программа лояльности это ваш white label где вы что хотите то и воротите мы просто к вашему telegram боту даем движок который позволяет вам настраивать который позволяет вам начислять клиенту начислять клиенту бонусы списывать их оцифровывать базу и начислять клиенту бонусы поддерживать с ним контакт подробные инструкции доступны в UDS Store также в форме отправки заявок давайте мы сейчас вернемся с вами в презентацию и если будут какие-то вопросы позже по всей этой истории я обязательно расскажу это все забыл показать важный момент поэтому я опять покажу экран смотрите мы с вами видели что мы с вами видели что в заявке на telegram бот нужно обязательно показать обязательно ввести токен от telegram бота как его получить вы вот создали бота и в самом начале когда вы его создали у вас сообщение была вот такая строчка use this token to access http appeal здесь есть вот такая вот строчка этот токен можно запросить повторно тут есть команда токен вы ее нажимаете и вот повторно вам присылается вот эта строчка вы ее полностью копируете и отправляете службы технической поддержки нашей и при помощи вот этого токена служба технической поддержки присоединяет присоединяет логику UDS логику программы лояльности к вашему боту пожалуйста берегите этот токен никому его не передавайте потому что злоумышленник или какой-нибудь ваш конкурент нехороший он может при помощи этого токена все сломать вам или там слать какие-нибудь нехорошие сообщения это первый момент второй момент есть тут неприятная команда которая называется револк которая делает токен нерабочим если вы это сделаете то телеграм-бота сломается поэтому тоже пожалуйста когда вы настроили телеграм-бота в UDS не отзывайте токены и не трогайте здесь непонятные кнопочки менять только те поля которые у нас есть в инструкции которые мы с вами проговорили а если что-то непонятно лучше напишите на саппорт и мы вам поможем я думаю что мы с вами максимально понятно проговорили о том как создается бот вы это можете делать каждый абсолютно в своем телеграм-аккаунте теперь есть следующий вопрос который часто нам поступает а как вообще теперь стейлтен создать из этого из всего у каждого телеграм-бота есть своя ссылочка эту ссылочку можно получить прямо в телеграм-боте если вы с телефона зайдете в любой бот например в свой то вы сможете увидеть имя пользователя рядом с ним значок QR-кода соответственно вы можете этот QR-код взять и например распечатать сразу или же вы можете взять ссылочку оттуда и опять-таки куда-нибудь в какой-нибудь более профессиональный редактор QR-кодов вставить и сформировать красивый фирменный QR-код своим любимым предпринимателем которым я помогаю настраивать вести UDS я рекомендую сервис это не сервис UDS это просто один из бесплатных сервисов по настройке QR-кодов рекомендую всем кто не знает как создать QR-код взаимодействовать именно с этим сервисом потому что он довольно простой давайте мы с вами я тоже покажу экран мы с вами попробуем вместе создать этот создать QR-код на телеграм-бот так снова я вам показываю браузер vk qr.ru с вами запускаем и попадаем вот в такой вот генератор QR-кодов вы можете использовать повторюсь абсолютно любой сервис для QR-кодов это просто бесплатная штука которая позволяет сделать очень быстро и приемлемо по красоте и дизайну чтобы создать бота чтобы создать QR-код нам надо скопировать ссылочку на наш телеграм-бот вы это делаете из телеграма я сейчас не буду опять переключаться на телеграма просто скопирую ссылочку видите это вот наш с вами HTTPS т.ми и имя бота булочная бот затем ниже вы можете выбрать цвет выбрать картиночку можно вставить сюда логотип вашей компании давайте мы загрузим сюда булочную у булата видите у нас посередине QR-кода появилась картинка сразу можно сделать какую-нибудь рамочку красивую добавить текст можно сюда написать бонусная программа можно менять цвет абсолютно всего можно поменять цвет фона цвет QR-кода самого цвет рамки сделать все так как этого требует фирменный стиль ваша компания пусть будет белый такой вот что мы потом с этим можем сделать можем скачать svg файл скачать png файл и пойти с этим в типографию распечатать наклеечки наклеить это на бар наклеить это на столики распечатать stable tent но конечно же мы рекомендуем пользоваться услугами профессиональных дизайнеров или же мы рекомендуем использоваться услугами профессиональных внедренцев которых у нас есть довольно много на сайте сайте вы можете профессионального внедренца найти и заказать у него услуги по созданию вот такого вот красивого профессионального уже table tent где будет все выглядеть красиво в цветах вашей компании с логотипом и так далее но я сейчас показал вариант для микробизнесов которые вот не хотят никому платить хотят все сами вот пожалуйста простой инструмент для создания table tent распечатываете этот qr-кодик кладете его на кассу на столике чтобы ваши клиенты сканировали qr-код на telegram bot и могли и могли соответственно могли соответственно оцифроваться получать бонусы и так далее давайте пойдем дальше мы видим что есть мы видим что есть очень много вопросов и соответственно дистрибьюторы наши партнеры хотят презентацию по telegram bot мы видим что такую тенденцию что презентация быстро устаревает поэтому мы для вас специально подготовили сайт это сайт который посвящен конкретно telegram bot там расписаны все возможности telegram bot и вы этот сайт можете отправлять предпринимателям которым это интересно этот сайт можно использовать просто для того чтобы не забывать какие возможности есть у нашего telegram bot весь функционал который будет появляться и меняться он будет тоже там отражен вы можете перейти по ссылке либо отсканировать в QR-код чтобы на телефоне этот сайт прямо сейчас посмотреть позже естественно мы добавим всю необходимую информацию также в течение двух недель в ваших бэк-офисах уважаемые дистрибьюторы и партнеры в ваших бэк-офисах появится возможность генерировать ссылку на сайт telegram bot с вашим реферальным параметром соответственно если этот эту ссылку вы отправите потенциальному клиенту то там будет форма оставление заявки эту ссылочку можете разместить в соцсетях например и все заявки с этого сайта на telegram bot будут падать тоже также в ваш личный telegram bot дистрибьютора telegram bot партнера сайт классный мне он лично очень нравится передаем привет нашей прекрасной команде маркетинга который этот сайт сделала буквально за неделю давайте я сейчас продемонстрирую экран и мы на несколько моментов этого сайта обратим внимание что важно на этом сайте видите что здесь есть функционал здесь есть видео показывается простота использования показывается сколько клиентов зарегистрировалось бы на сайте пока вы смотрите его есть видео которое вы смотрели в начале вебинара с собственниками которые уже используют этот продукт есть очень важный момент который мы сегодня не проговорили но он есть на сайте это тарифы как вы знаете в юдс есть два тарифа тариф light которым есть базовый функционал и тариф про который стоит дороже но в котором есть все здесь на сайте можно почитать внимательно о том какие возможности доступны на тарифе light и какие возможности доступны на тарифе про все наши клиенты без дополнительной платы могут использовать или грамм боты именно поэтому мы такое количество заявок получаем сейчас но есть нюансы например на тарифе light недоступна многоуровневая программа лояльности то есть все ваши клиенты будут получать одинаковый кэшбэк на тарифе про можно сделать так как мы видели в сегодняшней презентации купи еще на 3000 рублей чтобы получить повышенный кэшбэк на тарифе light отсутствует возможность начисления баллов вручную когда мы пишем хе-хе у нас снова в меню завтраков вот тебе 100 баллов на тарифе light отсутствует автоматическое начисление баллов на день рождения отсутствует умная сегментация клиентов RFM анализ и отсутствует ежедневный отчет на почту то есть фактически это такая программа это бонусная программа на сайте когда вы просто начисляете списываете баллы на кассе и при этом вы оцифровываете клиентскую базу практика показывает что со временем предпринимателям становится интересно то есть он на тарифе light оцифровал 3000 клиентов и он потом смотрит что вот это же актив что-то с ним можно делать и тут он понимает что тариф про на самом деле это крутая штука которая позволяет сайт клиентской базы взаимодействовать и предприниматели переходят на тариф про чтобы каким-то образом на этих клиентов воздействовать дарить им классные плюшки баллы сертификаты и в дальнейшем эти клиенты возвращаются приносят прибыль и в общем-то эти 8 800 в месяц как вы знаете у нас еще и более выгодные варианты покупки про все это становится еще выгоднее чем казалось в самом начале в общем этот сайт потрясающий инструмент он будет добавляться дорабатываться расширяться поэтому мы всех призываем используете пожалуйста это как инструмент для подключения новых новых предпринимателей к нашей программе лояльности возвращаясь обратно презентация это еще не все что я хотел рассказать контент сегодня очень много поэтому давайте пойдем дальше есть очень важный вопрос который задавали еще на нашем мероприятии итоги года и это вопрос продолжаю задавать клиента партнера кому телеграм-бот вообще нужен то есть мы 10 лет на рынке у нас есть вообще все у нас есть бонусная карта apple валют у нас есть влаганское приложение удссапчер с которым можно огромным количеством способов взаимодействовать с клиентами зачем телеграм-бот и кому он подойдет первое что приходит в голову это есть предприниматели которые говорят мы хотим увеличить доходимость уведомлений или предприниматели которые говорят мы хотим увеличить процент оцифровки в нашем бизнесе в нашем бизнесе там есть клиенты которые отказывают скачивать приложение потому что это сложно хотя мы понимаем что это на самом деле иллюзия и огромное количество бизнесов в которых процент оцифровки близок к 100% но все-таки есть предприниматели у которых есть вот такая установка в голове если вы хотите увеличить процент оцифровки то окей вы можете рядом с мобильным приложением UDS поставить телеграм-бот как альтернатива начислению баллов но хочется предостеречь мы не знаем пока нету статистических данных о том как это вообще влияет на компании в которых UDS уже внедрен существует опасение что если у вас уже есть выставленный процесс оцифровки базы если ваши клиенты спокойно скачут мобильное приложение UDS вы начнете рядом ставить тейблтен с телеграм-ботом то возможно процент оцифровки наоборот снизится вы каким-то образом запутаете вашего клиента поэтому хочется сказать будьте очень бдительны и если вам это не нужно то просто не подключайте потому что откровенно говоря мобильное приложение UDS это самый лучший способ для того чтобы взаимодействовать со своей оцифрованной клиентской базой пожалуйста используйте рядом телеграм-бот если у вас действительно есть на это веские причины если вы попробуете обязательно делитесь опытом мы с удовольствием его примем это еще один инструмент вашу копилочку пожалуйста пробуйте пользуйтесь но просто это не мастхев для действующих клиентов пользуйтесь с осторожностью второй момент хотим увеличить доходимость уведомлений действительно есть клиенты которые по каким-то причинам пуш-оведомления выключают или давайте будем откровенны есть клиент который удаляет приложение UDS такое тоже бывает и существует гипотеза о том что если мы нашим клиентам в компании будем дополнительно устанавливать телеграм-бот то появится дополнительный канал коммуникации и мы сможем с клиентами коммуницировать если не через приложение то через телеграм-бот эта история довольно популярна сейчас в мире маркетинга она называется омниканальность когда мы с каждым клиентом взаимодействуем именно таким способом который комфортен конкретно ему и специально для этого мы вводим в ближайшее обновление фильтр который называется каналы коммуникации в этом фильтре можно выбрать например UDS App и приложение покажет во всей вашей базе у кого из этих людей установлено мобильное приложение или же мы например хотим выгрузить номера телефонов сделать обзвон мы проставляем фильтр телефона получаем клиентов у которых есть номер телефона или же мы хотим сделать рассылку баллов и хотим понять какая доля у нас пользуется телеграм-ботом мы ставим галочку телеграм-бот и видим какая доля у нас на этом канале коммуникации сидит мы можем мы будем в дальнейшем эти фильтры расширять увеличивать их возможности сейчас мы обсуждаем возможность исключающий фильтр добавить то есть мы например выбираем сегмент клиентов в которых есть бот но исключаем оттуда клиентов у которых есть мобильное приложение и конкретно этим клиентам мы можем отправить в баллы потому что сертификаты им отправляют бесполезно у нас уже появляется более таргетированный маркетинг это направление в которое мы идем эти же данные появятся на страничке клиента мы сможем на странице клиента и видеть что у него есть валет карта телеграм-бот или же мобильное приложение UDS или все сразу это позволит нам более качественно знать наших клиентов и с ними взаимодействовать в общем одна из причин для действующих клиентов пробовать телеграм-бот первое если вы хотите увеличить доходимость уведомлений но здесь опять-таки совершенно очевидно что просто ставить телеграм-бот это тоже непонятно чего приведет нужно взвешенное решение чтобы понять как что и почему как это будет работать как мы будем действительно делать рассылки потом и второе опять-таки будьте бдительны лишь бы эта история не снизила процент от цифровки потому что клиент у которого есть на борту мобильное приложение все-таки лучше с точки зрения конверсии чем клиент у которого есть мобильный у которого есть телеграм-бот мы как компания все-таки прежде всего думали о том что телеграм-бот это инструмент для того чтобы увеличить охват чтобы UDS подходил большему количеству компаний и по моему убеждению телеграм-бот это все-таки инструмент для компаний которые по каким-то причинам еще не пользуются UDS у них есть в голове какие-то установки и мы хотим при помощи этого продукта донести ценность программы лояльности донести базовые принципы работы с клиентской базой чтобы эти клиенты эти предприниматели хотя бы начали внедрять в себя программу лояльности и в дальнейшем когда они оцифруют у себя например 3000 клиентов увидят что половина уже ходят в мобильное приложение UDS перешли на этот способ оцифровать давайте разберемся кому подойдет телеграм-бот прямо сейчас я думаю что здесь вот есть партнеры наши дистрибьюторы которые общаются с огромным количеством предпринимателей у вас были такие предприниматели которые говорят например не хотим продвигать ваше приложение мы хотим white label мы хотим чтобы чтобы у нас свое было что-то вот есть у вас такие клиенты вот плюсики поставьте в чате у кого такие были встречи кому клиент вот такой вот потенциально описали вот к этим клиентам надо вернуться сейчас и предложить им телеграм-бот потому что фактически программа лояльность на телеграм-боте это white label бар истина с которым мы общались надеюсь там ничего страшного что расскажу вот эти ребята не говорили наши клиенты наша аудитория не будет скачивать никакие приложения наша аудитория не им не интересен ваш бренд вот они вот когда они узнали про телеграм-бот они согласились сразу же потому что для них принципиально важно было что это их брендированное решение что это просто работает пожалуйста вспомните каким предпринимателям был важен именно white label каким предпринимателям важен был брендированный канал коммуникации и верните пожалуйста к ним возможно это то решение которое они ищут отдельно отмечу что такие предприниматели очень часто выбирают валет карты или цифровые бонусные карты но огорчаются потому что цифровые бонусные карты не работают как канал коммуникации то есть если мы отправляем пуш уведомления в сфровую бонусную карту к сожалению там открывается просто qr-код и там нету текста да на которые мы хотели бы обратить внимание нашего клиента и с этой точки зрения telegram бот выигрывает потому что когда мы отправляем нашему клиенту баллы с текстом то наш клиент получает в telegram сообщения именно с тех текстом которые мы хотели отправить то есть если apple валит это просто красивая брендированная штука который позволяет начислять списывать баллы то telegram вот это красиво красивая брендированная программа лояльности в привычном канале коммуникации для которого не надо никаких звонков и для которого и в котором еще и можно хорошо конверсионно отправлять сообщение клиентам ну я имею ввиду начисление баллов конечно давайте перейдем дальше есть еще и вот такие вот возражения очереди бешеные на кассе ну и как я уже говорил мои клиенты не будут ничего скачивать как вы успели убедиться регистрация в telegram боте происходит очень быстро и наше использование в кофейне наше тестирование бота в кофейне где тоже есть очередь она показала что действительно эффективно если у вас были потенциальные клиенты которые все еще не пользуются юдс под этим предлогом что долго скачивать что большие очереди на кассе пожалуйста вернитесь к ним и покажите это решение потому что она подойдет потому что это действительно быстро просто и действительно занимает очень мало времени у потенциальных клиентов идем дальше еще один еще одна категория компаний которые еще не пользуются юдс это вот малые бизнесы которые смотрят на наш супер классный маркетинструмент который действительно работает и они понимают что это для них сложно не могут в этом разобраться не играет нам ничего не надо мы хотим просто вот бонусы начислять и на рынке есть огромное количество продуктов которые просто предоставляют начисление и списание бонусов по валет картам и вполне справедливо что если клиент потенциально если компания бизнес предприниматель не хочет работать своей клиентской базы хочет просто начислять списывать бонусы или делать клиентам приятно это его право и сейчас мы как компания дойдем ему простой продукт мы говорим вот у тебя нет там модуля обратной связи прайсы интернет-магазина ничего нет вот тебе простая штука который позволяет начислять вписывать бонусы ты этого хотел пользуйтесь пожалуйста кстати очень интересно что кофейня мим с которой мы общались она бонусная программа подключает не для увеличения прибыли собственник говорит мы это делаем для того чтобы радовать наших клиентов это там может быть окей там повторной покупки нам сейчас это неважно мы вот хотим просто приятную штуку для клиентов сделать были у вас такие потенциальные клиенты встречи где предприниматели отказывались от утрез потому что они хотели простую штуку где мало всего которые просто специально члене делать вот верните к ним пожалуйста покажите им telegram под потому что это действительно то что им нужно это очень простой и понятный продукт для предпринимателей давайте будем финалить и потом я отвечу на ваш вопрос прежде всего в лице telegram бота мы получили понятное решение для молодых предпринимателей и компаний с молодежной аудиторией потому что telegram они пользуются каждый день и с этим продуктом можно действительно идти и забирать рынок повторюсь это является еще и выигрышной альтернативой брендированного вальдкартам потому что это тоже классный красивый брендированный канал коммуникации это white label но которые при этом за небольшую плату еще и имеет возможность коммуникации с клиентской базы вот это у меня все пока мы не перешли к вопросам вы можете подписаться меня в соцсетях некоторые партнеры пользуются этой привилегии пишут туда сообщения какие-то делятся опытом мне очень интересно как используется наш продукт как используется юдс если у вас есть классные истории вопросы по продукту пожалуйста пишите их мне более того в запрещенной соцсети есть ссылочка на зум со мной то есть там можно выбрать 30 минут для того чтобы со мной созвониться и обсудить какую-нибудь интересную штуку по продукту поэтому пожалуйста пользуйтесь теперь давайте мы перейдем к ответам на вопрос мы с вами накопили аж 122 непрочитанных сообщения и сейчас будем в этом разбираться так в админ панель будет как-то отображаться что у клиентов телеграм-бота самого приложения это мы уже ответили все новости в телеграм-бот пока приходить не будут не будут в будущем будут мы над этим работаем и очень постараемся алена маркова пишет что на днях подключил бот в свою компанию и тестили с клиентами все работает регистрация заняла около минут потрясающе круто так пропустил новость про телеграм-бот уже зарегистрировал отправил заявку теперь ждать связи из поддержки удс да пожалуйста ждите регистрат заявка обрабатывается очень быстро возможно вам уже ответили так собственник бизнеса может автоматически настроить историю чтобы вот отваливался от уже установивших приложения нет такой возможности нет если технически реализуем мы подумаем над этим обязательно запишем этот вопрос и обсудим можно ли в боте отправить клиенту предложения о скачивании мобильного приложения мы очень хотим так сделать и возможно в ближайшее время появится опциональная возможность при настройке бота вы просто укажете в форуме что вы хотите продвигать мобильное приложение и просто там к каждому сообщению начисление баллов будет прибавляться кнопочка скачать приложение это будет написано еще больше выгоды приложение юдс кнопочка скачать вот мы рассмотрим такой вариант но опять таки если мы говорим о истории с white label то конечно им такая история не нужна поэтому эта кнопочка будет опционально запись у нас будет она появится в официальном канале если предприниматель решит пользоваться только ботом ему нужно будет купить тариф light любом случае верно да ему нужно будет купить тариф light вообще telegram вот программа лояльность который интегрируется с твоей кассой за три тысячи двести рублей в месяц это потрясающее предложение для рынка мне кажется тариф light такой тариф завоеватель если в вашем городе еще не популярны ds можно просто этим оффером забрать рынок и потом уже системная системная прокачивать конверсию именно в используем приложение ютс ну и бонус когда вы заводите компанию на тариф light на telegram вот она появляется в рубрикаторе у нас с вами на карте в городе будет много компаний сергей меня под подключен а галочка не стоит что подключен если вы про youtube торта там да там сейчас нету этой галочки но главное что у вас все работает в дальнейшем наверное сделаем чтобы там тоже была галочка что телеграм-бот подключен бот не сможет оцифровывать сарафан это просто бонус на программ для каждого клиента отдельно да это просто бонус на программный каждый клиент отдельно сарафан может быть появится может быть нет пока отец всем ботов сергей на тебя похож это очень странно мне кажется нет но ладно спасибо за комплимент перед созданием надо будет сначала этот бот скачать и в нем уже создаем юдс бота совершенно верно скачивать не надо надо просто перейти в него там все это дело настраивается у меня в первый раз когда я разбирался это заняло 10 минут примерно все очень просто есть инструкция который может тоже найти view the store до ссылку вот здесь тоже уже оказывается есть в чате мы можем при создании бота вписать ссылку на скачивание приложения да вы можете добавить ссылку на скачивание приложения например в в профиль в описании бота можно там уже прямо сейчас написать что хочешь больше скидок скачивай приложение ютс как понять когда он будет подключен бот вам взять техническая поддержка ответит на почту или так как вы подавали заявку что все то можно работать на каком аккаунте лучше создавать бота создавайте бота на своем аккаунте если вы собственник бизнеса так вот будет безопасность на рабочем или личном вот опять таки создавайте на топ которым только вы имеете доступ так вопросы молодцы разработчики разработчики если вы здесь вам большое спасибо от всех я думаю что здесь все присоединяются и от меня лично мне кажется это очень перспективная история для того чтобы предпринимателей которые качественно работать со своим сервисом со своими клиентами и качественно английский сервис представляет станет еще больше поэтому давайте донесем важность программа лояльность большему количеству клиентов с этим продуктом есть а есть возможность сайт по телеграм что был на английском или что вы были долларовые тачки это для европы спасибо да мы со временем конечно же переведем этот сайт на английский язык и бот сейчас работает только на русском языке но ближайшее время мы его локализуем и соответственно бота можно будет тоже перевести на другие языки также как сейчас переводится также как сейчас переводится мобильное приложение или юдс бизнес так вот много плюсиков классно если для предприниматель если он не в юдс или грамм вот сколько будет стоить опять-таки есть тариф за 3200 есть тариф про за 8 800 пожалуйста добро пожаловать в нашу систему пользуйтесь потом или можете пользоваться использовать все возможности то есть юдс стоит 3200 или юдс стоит 8 800 или вы покупаете лицензию дан тариф про и у юдс есть просто разные каналы коммуникации вы можете юдс развернуть на базе мобильного приложения или можете по номеру телефон начислять бонус или можете apple валют карты раздавать своим клиентам посмотрите как много возможностей и все это стоит вот такую вот небольшую денежку то есть это все просто часть одного продукта телеграм-бот это еще один вариант который вы можете упаковать конкретно под конкретный бизнес так красивый лога на последнем файле где его взять мы обязательно в ближайшее время выложим обновленный брендбук в котором я надеюсь будет будут все эти иллюстрации которые вы можете брать для своих презентаций если заинтересовал именно бот при подключении у них все равно будет и приложение и сайт если компанию заинтересовал именно бот смотрите она регистрируется в юдс бизнес компания если она не хочет отображаться в общем рубрикаторе не хочет использовать приложение просто она не нажимает на кнопочку опубликовать и в этом случае она не появится в мобильном приложении ютс сайт у них появится но как бы если вы никто не будет искать и вы его нигде не будет продвигать он просто будет лежать как информационная страничка фактически у компании будет работать то что компания будет продвигать среди своих клиентов если компания будет рассказывать клиентам о telegram боте то в общем-то их программа лояльность будут воспринимать как программу появится на telegram боте будет ли прогрев боте на скачивание предложения мы уже проговорили это вячеслав продвигает стразы казань бот отлично где я могу посмотреть количество присоединившихся через telegram бота вы можете зайти в раздел источники трафика найти источник трафика telegram и увидите количество клиентов присоединившихся через telegram бот в ближайшее время клиентской базе появится фильтр канала коммуникации который позволит в моменте понять сколько у вас клиентов с включенным telegram ботом как русифицировать меню бота если вы говорите про бот фазера то это делается штатными средствами telegram мы об этом сейчас говорить не будем потому что это все таки не проведу с немножко а про создание бота огромное количество материалов в интернете есть о том как создавать ботов пожалуйста google яндекс помощь так денис кобрин пишет что все у него работает прекрасно планируется ли вайбер и ватсап мы рассматриваем эту возможность пока хочется сказать только о том что ватсап это дорого если telegram мы можем дать за базовую абонентскую плату то если вдруг у нас появится когда-нибудь вот сап как альтернативный канал коммуникации это будет стоить точно дороже это будет отдельный апселл потому что вот сап штука не дешевая конечно мы рассматриваем этот вариант и мы видим как в новом неканальности возможно в будущем эти каналы коммуникации тоже появятся в uds бизнес предприниматель увидит ссылки или корна бота своей компании там отображается где-то история нет не увидят ссылку или корна бота вы создаете сами поэтому в общем-то это и не требуется так ну вот да илья королев пишет вайберс ватсапом если будут то стоить будут как то самолета все верно так она и будет можно ли будет вносить изменения в описании например добавить ссылку какой-нибудь после того как правили токен в поддержку да можно главный токен не трогайте описание картинки можно менять мы с вами на все вопросы ответили друзьям спасибо большое всем зрителям 269 человек которые дожили до конца от себя от себя добавлю что это потрясающий инструмент который прежде всего позволит новым предпринимателям выстроить все программы лояльности желаю всем успехов в освоении всей этой истории обязательно пользуйтесь сайтом обязательно пишите нам на техническую поддержку обратную связь форму обратной связи пишите что нужно улучшить боте чего не хватает что неудобно сайт telegram боты скоро появится в бэк-офис с возможностью добавить туда форму заяв чтобы заявки по telegram бота падали прям вам в telegram уважаемые партнеры так что давайте как чтим эту историю и пусть еду используются не 7000 от 14000 концу этого года например классный цель спасибо всем большое спасибо за вебинар до встречи